Всем привет друзья! Подъехала очередная партия посылок из Китая, товары по традиции из разных категорий и ссылки на них находятся в описании к видеоролику. А если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, жмакните колокольчик, чтобы никогда не пропускать новые видеоролики и не забудьте оценить это видео своим лайком. Ну и давайте начинать! В первой посылке мне пришел 3D USB ночник. Приходит в коробке из плотного картона, поэтому в пути ничего не пострадало, все дошло в целости и сохранности. Состоит светильник из двух частей. Первая часть это подставка из белого глянцевого пластика с USB проводом, выключателей никаких нет. Снизу противоскользящий материал, внутри расположены 5 светодиодов. Вторая же часть это вставка из прозрачного акрила с нанесенным на него рисунком, благодаря которому и достигается эффект 3D. Отдельно эти вставки приобретать нельзя, по крайней мере я их не нашел. На атаку продавца имеется небольшой выбор светильников с различными рисунками. В целом ночник неплохой, смотрится очень креативно, такой и в подарок можно кому-нибудь. Цена на момент монтажа видео чуть больше 300 рублей, единственный минус этого девайса в том, что нет никакого выключателя, а в целом смотрится очень даже неплохо. А здесь мне пришел товар, который был в тренде наверное в конце 90-х и в нулевых, в то время все мальчишки мечтали только об этом. Как говорится, все новое это хорошо забытое старое. В общем пришли мне две лазерные указки. Правда в то время они выглядели иначе, да еще и куча насадок была в комплекте с ними, в общем кто помнит это все, обязательно прожмите лайк. Сделаны эти указки в форме ручки из матового пластика. Питаются от двух мизинчиковых батареек формата 3А, которые в комплекте не идут, так что придется закупать отдельно. У продавца имеется три цвета на выбор, зеленый, синий и красный. Я приобрел синий и красный, так как они подешевле. Цена варьируется от 70 до 130 рублей в зависимости от цвета свечения. Брал чисто для игры с котом, больше они мне ни для чего не нужны. Если у вас есть домашние животные, то думаю они будут рады такой игрушке. Почти 15 тысяч заказов на этот товар и куча положительных отзывов. Советую присмотреться к такой игрушке. В последнее время стали трендом нагрудные сумки. Вот я решил себе тоже прикупить, но думаю, что это скорее всего на лето. Зимой с такой не очень удобно ходить. Сумка имеет одну лямку, три отдела на молнии и один на пластиковой застежке. Два небольших кармашка на молнии и два больших отдела. Основной отдел, который на молнии, внутри имеет два дополнительных кармашка. Также в комплекте идет USB кабель. Кабель устанавливается из внутреннего пространства сумочки. В саму сумку можно положить пауэрбанк и снаружи уже подключить свой гаджет для зарядки. Размер у сумки небольшой. В нее даже не помещается обычная тетрадь. Она больше предназначена для документов, гаджетов и всякой мелочевки. Широкая комфортная лямка с регулировкой длины, наверное, на человека любого размера. Пошита сумка вроде качественно. Конечно, есть несколько торчащих ниток, но это не критично. Основной материал изготовления рубашечная ткань Oxford. Это вид ткани, традиционно используемой для пошива мужских рубашек. Выполняется ткацким переплетением рогожка. Ткань Oxford используется в производстве тентов, палаток, рюкзаков, обуви, сумок, спецодежды и спецназовской одежде. Носить эту сумку удобно хоть за спиной, хоть на груди, а можно даже просто на плече. Удобная штука, на лето самое то. Цена на момент монтажа видео порядка 400 рублей в зависимости от цвета. Заказов на нее не так много, но все отзывы положительные, так что к покупке рекомендую. А здесь пришло очень полезное устройство для тех, у кого старенький автомобиль, либо старенькая магнитола и нет функции подключения флешек посредством USB или же нет функции Bluetooth. Это FM модулятор или трансмиттер. Приходят в добротной упаковке, на коробке написано немного информации о девайсе. Такие трансмиттеры были популярны лет 10 назад, но в то время они были только с USB портом для флешек. Сейчас же время не стоит на месте и в такие устройства добавили функцию подключения смартфона по Bluetooth, посредством которого можно транслировать музыку на вашу магнитолу, а также принимать звонки. В комплекте идет небольшой мануал и само устройство. Девайс напоминает обычное автомобильное зарядное устройство с двумя USB портами. Также на лицевой части устройства имеется три кнопки и небольшой дисплей. На верхней части слот для microSD карточек. Пользоваться гаджетом до безобразия просто. После подключения в прикуриватель автомобиля выбираем FM диапазон, на котором будет транслироваться музыка на головное устройство. Затем на магнитоле выставляем тот же диапазон, что и на модуляторе. Коннектим смартфон по Bluetooth и все. Можно включать музыку на телефоне и наслаждаться звучанием из колонок автомобиля. Субтитры создавал DimaTorzok USB порт выдает 2,6 Ампера. Для зарядки современных гаджетов это подойдет вполне. В целом неплохой девайс. Работу с флешек тоже проверял, все работает исправно, по Bluetooth коннектится без проблем. К слову работает устройство по Bluetooth версии 5.0. Для флешек предусмотрен только один порт, также он может служить и для зарядки. Звонки принимаются нажатием на центральную кнопку. Микрофон строим с самого устройства. Отличная штука, места много не занимает, расширяет функции вашей стереосистемы, да и стоит не так уж и дорого. На момент монтажа видео цена порядка 300 рублей. Можно найти и подешевле, и другой фирмы, но качество уже будет хуже. Так что смотрите сами, ссылка сами знаете где. Еще один автомобильный гаджет. Это ароматизатор. В комплекте идет сам корпус ароматизатора и стержень, который излучает запах. Корпус полностью металлический, выполнен в минималистичном стиле, такой отлично впишется в интерьер любого автомобиля. Имеется шторка, благодаря которой можно регулировать количество поступаемого запаха в салон. Крепится этот ароматизатор на дефлектор отопителя. Также отдельно у этого продавца прикупил еще комплект сменных стержней. Сам ароматизатор на момент монтажа видео стоит порядка 100 рублей, а комплект сменных стержней в количестве 5 штук с разными ароматами стоит порядка 80 рублей. Насколько хватит одного стержня, точно сказать не могу, но у продавца 1500 заказов на этот товар и куча положительных отзывов. А это гаджет для дома. Бутылочный ёршик, но необычно как мы привыкли видеть с грубой щетиной или как у меня уже был на распаковке мягкий поролоновый ёршик от Xiaomi. Этот же ёршик силиконовый. Ручка девайса сделана из белого глянцевого пластика, ну и щетина, если её можно так назвать, силиконовая. Силикон в свою очередь мягкий, но функцию свою выполняет. Отмывает всё отлично и можно даже не бояться повредить или поцарапать какую-либо хрупкую поверхность. Девайс отлично подойдёт для мытья детских бутылочек, стаканов, графинов и так далее. Цена на момент монтажа видео меньше 150 рублей. А здесь у нас очень интересный товар. Очень захотелось протестировать и попробовать в деле эту штуку. Это портативная ручная швейная машинка. В комплекте идёт нить-вдеватель, длинная насадка для установки обычной катушки ниток и сама машинка. Внешне устройство очень напоминает обычный канцелярский степлер. На машинке уже установлена маленькая шпулька с нитками и игла тоже идёт в комплекте. Игла здесь нормальная, острая и подходят сюда иглы от обычных швейных машинок. Заряжать нить несложно. Это можно сделать по аналогии с уже установленной нитью. Также можно посмотреть картинки на странице товара. Цвет девайса выбирать нельзя, продавец отправляет рандомный цвет, мне вот попался розовый. На моё удивление машинка оказалась рабочей. Правда есть моменты, когда она пропускает строчку, но это не всегда. Если приноровиться, то машинка шьёт отлично. В 4 слоя тоже пробовал, идёт всё легко, без каких-либо усилий. Игла действительно острая, да и нажимать не очень трудно в процессе работы. За свои деньги очень даже неплохая вещь. На момент монтажа видео всего 100 рублей. И это, поверьте, очень смешная цена для такого устройства. А покупать или нет, тут уже решать только вам. И напоследок оставил очень интересный и необычный товар. Это стальное мыло или адонайзер. Представляет из себя маленький кусок нержавеющей стали, сделанный в форме обычного привычного мыла. Который способен удалять с рук въедливые неприятные запахи рыбы, лука, чеснока, табака, мяса, бензина и тому подобные. Которые на коже рук часто остаются после вкусной трапезы или приготовления еды. Чтобы такое мыло было эффективным, требуется его подержать под струёх холодной воды с полминутки. Потом потереть руки, так как делать это при помощи обычного мыла. Тут же будут устранены все неприятные запахи. Главный принцип действия адонайзера заключается в том, что в активную реакцию вступает металл с кислотами, которые являются причиной слишком въедливых запахов. На удивление мыло оказалось рабочим, запах удаляет, стоит всего 80 рублей, да и доставка довольно-таки быстрая. Ну и спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на мой канал, если ещё не подписаны, и обязательно прожмите лайк под этим видео. Ссылки на все товары из сегодняшнего видео, как всегда, в описании. Ну а с вами был Иван, это канал обзоров. До скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...